Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Видопульс» и я врач компании Арщибасова Елена Алексеевна. Сегодня мы будем говорить о психосоматических заболеваниях. Сразу скажу, что эта тема не уместилась в рамках одного вебинара. Вебинаров, посвященных этой теме, будет два. Сегодня, как получилось, это будет первый вебинар, где мы поговорим о, в целом, что такое психосоматические заболевания, причинах, которые им способствуют. Разберем три нозологические формы, как и было заявлено, это язвенная болезнь, артериальная гипертензия, атопический дерматит или его еще называют нейродермит. причины, опять же, клинические проявления этих заболеваний и разберем основные маркеры этих проявлений, этих заболеваний на аппаратно-программном комплексе «Видопульс». А вот уже второй вебинар будет полностью посвящен методам реабилитации, коррекции, профилактики такого рода заболеваний. И этот вебинар второй мы планируем провести 16 июля. Итак, мы сегодня начинаем с того, что в целом, да, попытаемся объяснить, что же за такое психосоматические заболевания. Я думаю, что вот этот термин «психосоматика», «психосоматические заболевания», ну, наверняка все слышали. И давайте тогда мы начнем как раз вот с термина. Что же означает этот термин «психосоматика»? Ну, как вы видите, да, что это раздел медицины, который как бы указывает, рассказывает о воздействии души на физическое тело. И само слово «психосоматика», оно, как вы видите, состоит как бы из двух таких составляющих. Первое – это «психе», то есть это душа. И второе – это «сома», то есть это тело. Таким образом, мы понимаем, что состояние души накладывает свои отпечатки на тело, на жизнь человека, поскольку душа является источником питания тела. Поэтому, значит, нельзя разрывать вот эти два понятия – душу, да, и тело, то есть физическое и духовное. Все это вместе взаимосвязано, и, соответственно, лечить что-то одно, воздействовать на что-то одно было бы неправильно. И в связи с этим, значит, давайте озвучим изречение великих людей, которые как раз вот касаются нашей сегодняшней темы. Ну, как вы видите, это высказывание великих философов. Значит, давайте посмотрим, что говорил Платон. Платон говорил о том, что тело нельзя лечить без души, души, ибо от души идет все, да, и доброе, и злое, как на тело, так и в целом на всего человека. И душа должна лечиться особыми целебными разговорами. И следующее высказывание – это Сократ, который вот вы видите, да, сейчас у себя на мониторах, говорил о том, что подобно тому, как нельзя лечить глаз, не леча голову, а голову, не леча тело, так нельзя лечить тело, не леча душу. Таким образом, ну, я хочу еще сказать такой момент, что все, кто обучается в медицинских институтах, скажем, прививается такая мысль, да, такое вот основное понятие, которым должен руководствоваться будущий врач, что врач лечит не болезнь, не болезнь, врач лечит конкретного человека, человека, да, с его какими-то определенными физическими нарушениями, да, которые выливаются в соматические проявления. Но если говорим в целом о человеке, то, конечно же, это все его душевные какие-то переживания. То есть лечится вместе и душа, и тело. Вот тогда это будет правильный подход к лечению любого, так скажем, человека, страдающего тем или иным заболеванием. Итак, психосоматические заболевания – это болезни, в развитии которых ведущую роль играют психологические факторы, психологические факторы. И на первом месте среди этих психологических факторов является, конечно же, стресс. То есть это самый главный источник вот всех бед, которые называются психосоматические заболевания. Но так как мы, каждый из нас, да, подвергаемся действию стресса в течение дня, в течение всей своей жизни, больше или менее выраженности стресса, то можно сказать, что все те заболевания соматические, которые есть, они все в той или иной степени имеют определенную такую вот стрессирующую психологическую первопричину, которую нужно найти и уметь, так скажем, во-первых, до нее докопаться, ее найти и уже воздействовать на нее. Вот вы видите перед собой слайд, на котором изображен великий австрейский психолог, психоаналитик, психиатр, врач-невролог, да, все вы знаете, это Зигмунд Фрейд, который предполагал, что люди чаще всего заболевают не случайно, а любое физическое заболевание отражает какую-то серьезную внутреннюю психологическую проблему. Ну вот мы сегодня об этом постараемся поговорить. И вот из этих заболеваний психосоматических, да, значит, их много, но такими наиболее классическими заболеваниями психосоматическими являются следующими, вот те, которые сейчас представлены на слайде. О трех этих нозологических состояниях мы с вами сегодня будем говорить. Итак, что же относится к самым распространенным психосоматическим заболеваниям? Это эссенциальная гипертония, или по-другому, да, более правильно говорить, это артериальная гипертензия. Причин патогенеза, которые приводят к этому заболеванию, мы уже знаем эти причины, все механизмы патогенеза, которые приводят к развитию этого заболевания, сопровождающегося стойким повышением артериального давления. Но, тем не менее, существует такое понятие эссенциальная гипертония или артериальная гипертензия, когда, ну, до конца причину выяснить невозможно. А причина – это вот как раз есть какой-то сильный стрессирующий фактор, какой-то психологический, так скажем, момент, который вот способствует такому стойкому повышению артериального давления. Дальше – это бронхиальная астма, это язвенная болезнь 12-перстной кишки и желудка, это тоже та нозологическая форма, на которой мы сегодня остановимся. Это неспецифический язвенный колит, нейродермит или атопический дерматит – это третья нозологическая форма, про которую мы сегодня будем говорить. К психосоматическим заболеваниям, наиболее распространенным, также относятся еще ревматоидный артрит и гипертиреоидный синдром. Кто ходит на наши вебинары, посещает наши вебинары, знаете, что вот одним из последних вебинаров у нас как раз были вебинары, где мы разбирали проблемы, связанные с патологией щитовидной железы. Один вебинар был посвящен как раз гиперфункции, то есть это как раз есть гипертиреоидный синдром, другой вебинар был посвящен гипофункции щитовидной железы. Так вот, одной из причин, которая приводит к дисфункции, с ее гиперпроявлением этой железы является тоже в основе какой-то вот психологический травмирующий момент. Итак, вот в разделе психосоматических заболеваний страдает в итоге тело. То есть тело, получается, является таким вот своего рода мишенью, на которую происходят основные удары. Почему? Так как тело – это вещь материальная, подстраивается под настроение и мысли каждого человека. Большинство людей свои мысли и эмоции не отслеживают. И мы сегодня в конце вебинара поговорим о тех каких-то фразах, о тех мыслях, которые человек бросает в своей повседневной жизни, даже не задумываясь о том, что он сказал, и как это может отразиться в целом на его здоровье. Итак, значит, люди не отслеживают свои мысли, эмоции, и получается, что как бы не осознают того, что тело, их собственное тело, оно является как бы вот своеобразной мишенью, удобным средством обратной связи. То есть под определенным влиянием негативных мыслей, под влиянием негативных эмоций, какой-то определенный орган, какая-то система в организме начинает работать не так, как надо, нарушается ее функция. То есть вот психологический момент, который отразился на соме, на теле, и появилась клиника какого-то психосоматического расстройства. Как развивается любое психосоматическое заболевание? Вот такая вот упрощенная универсальная схема развития любого психосоматического заболевания, любого из тех, которые мы перечислили. Ну, вначале это какой-то эмоциональный стресс, какое-то сильное эмоциональное воздействие, потрясение, особенно если это потрясение регулярное, если оно, как правило, не очень позитивное. И это приводит к тому, что развиваются функциональные нарушения. Функциональные нарушения страдает функция той или иной системы. И как следствие после этого нарушение функциональных каких-то изменений приводит к тому, что развиваются патологические изменения уже во внутреннем органе. То есть уже идет речь об изменении структуры, то есть морфологического какого-то звена. Вот такая вот взаимосвязь. Эмоции, мысли, психоэмоциональный компонент, в целом эмоциональный стресс. Сначала нарушается функция, а затем это приводит к более тяжелым последствиям, когда уже идет изменение структуры какого-то органа, какой-то ткани. И как следствие запускается такой вот порочный механизм, порочный замкнутый круг течения какого-то заболевания. Если посмотреть более, так скажем, медицинским языком, то вот слайд, который вы сейчас перед собой видите, он также объясняет вот ту схему, про которую мы сейчас с вами говорили, но уже более подробно с акцентом на определенных патогенетических механизмах. Итак, первая причина всего – это хронический стресс. Хронический стресс, который способствует тому, что нарушается контроль над работой какой-то определенной системы физиологической. К примеру, сердечно-сосудистой, система физиологическая – это пищеварительный, дыхательный и так далее. Нарушается контроль над работой той или иной системы со стороны основных контролирующих, так скажем, структур. А что контролирует работу каждого отдельного органа, каждой отдельной физиологической системы в организме? Это, конечно же, вегетативная нервная система. Ну, наши пользователи, да, пользователи аппаратно-программного комплекса «Ведопульс» знают, что такое вегетативная нервная система, потому что мы неоднократно про это говорим в процессе обучения работы на «Ведопульсе». То есть это та основная система вегетативная, которая контролирует работу наших внутренних органов. Так вот, ее основной, так скажем, центр находится у нас в структурах головного мозга и называется гипоталямус. Гипоталямус. Именно вот гипоталямус запускает реакцию стресса в организме и это приводит к тому, что, как правило, начинает преобладать симпатический отдел вегетативной нервной системы. Мы знаем, что и симпатический, и парасимпатический. Это я просто сейчас напоминаю. Симпатический – это тот, который способствует мобилизации, активации, значит, способствует активной работоспособности данной системы какой-то, да, физиологической. А парасимпатический, он наоборот, работает в противовес. Он способствует восстановлению, реабилитации, восстановлению энергетических ресурсов. И вот когда эти две системы в организме работают слаженно, адекватно, то есть равнозначно друг к другу, правильно руководя, да, той или иной системой физиологической, тогда все работает слаженно, никаких проблем нет. Но если начинает преобладать, а как мы видим, под влиянием стресса начинает преобладать симпатическая часть вегетативной нервной системы, то, конечно же, о слаженной работе органа, системы органов, речи быть не может. Нарушается трофическая функция данной системы. И, конечно же, нарушается, и что немаловажно, механизмы кровоснабжения органов. А что это такое, да, иннервация и кровоснабжение? Это трофика, трофика, то есть это питание органов. Соответственно, эти изменения у кого-то в организме запускают проблемы, допустим, с продукцией соляной кислоты в желудке, и это впоследствии выльется, допустим, в язвенную болезнь желудка или 12-перстной кишки. У кого-то вот эти все механизмы приведут к бронхоконстрикции и к регулярному возникновению бронхоспазма, и тогда уже речь будет идти о развитии бронхиальной астмы. У кого-то слабым местом, слабым органом в результате этих патологических реакций окажется кожа, и основным проявлением будет уже, допустим, нейродермит и так далее. То есть какое место, какой орган окажется слабым, это все очень индивидуально, но здесь можно сделать предположение, что, скорее всего, органом-мишенью будет, как правило, тот орган, который имеет какую-то отягощенную неблагоприятную наследственность. Либо там есть какие-то определенные изменения, связанные с перенесенными ранее какими-то инфекциями, к примеру, какими-то заболеваниями. И, соответственно, вот этот хронический стресс, запуская вот эти изменения в системе кровообращения, в системе иннервации, регуляции, делает этот орган уязвимым. И таким образом это выливается в развитие самостоятельного психосоматического заболевания. Итак, перейдем все-таки у нас к теме вебинара. Это что такое психосоматические заболевания, их причина, поэтому сейчас перейдем к первой составляющей этих заболеваний. Это вот все, что касается в плане эмоций, психологии, стрессирующего воздействия. Итак, давайте посмотрим опять же. Это вот наши отечественные психологи, как вы видите, Бороздина и Былкина Михеева. Если мы сейчас уже от общего переходим к частному, а первую нозологическую форму, которую мы разбираем, это язвенная болезнь, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, то вот по мнению и по тем результатам, которые были получены этими психологами в своих исследованиях, они установили, что в развитии язвенной болезни играют такие проявления, как заниженная самооценка людей. То есть, первый, да, заниженная самооценка. Я не могу чего-то сделать, я хуже, чем кто-то, у меня не получится, кто на меня посмотрит и так далее. И при этом эти люди имеют завышенные притязания. То есть, а надо сделать очень хорошо, нужно сделать лучше всех. Я должен каким-то образом себя проявить. И на фоне этого постоянная тревожность. Получится, не получится. И таким образом мы видим три основных, да, проявления. Это заниженная самооценка, повышенные притязания и повышенная тревожность. Вот это называется триада риска. И вот как раз эти исследователи назвали эти три основных проявления как раз триада риска. И что именно эта триада, она выполняет основную роль в развитии язвенной болезни желудка, либо двенадцатиперстной кишки. Пациенты с диагнозом язвенная болезнь, еще раз, обладают максимальным уровнем тревожности. Они эмоционально лоббильны и не уравновешены. Образно говоря, пациенты с диагнозом язвенная болезнь, они как бы поедают себя изнутри. Постоянно что-то гложет, они постоянно, да, вот я сейчас буду эти выражения употреблять, мы сегодня еще и хочу рассказать, к этому вернемся. Они как бы поедают, сами разгрызают себя изнутри. Психологически, как мы видим, пациенты имеют все признаки внутреннего конфликта. Эк это какие? С одной стороны, это стремление к самостоятельности, то есть я могу, я должен. И это конфликтует с потребностью в защите и поддержке. Мне нужна поддержка, мне нужно, чтобы кто-то мне помог. И, как правило, язвенники обладают повышенной ответственностью. Ну, это все про то, что мы с вами говорили. И они взваливают, давайте посмотрим на эту образную картинку, они взваливают на свои плечи больше, чем способны унести. Таким образом же можно садиться. И вот эти все психологические моменты, они как бы способствуют тому, что это приводит к дисфункции со стороны работы желудочно-кишечного тракта. А в частности, нарушается функция, пока еще функция, желудка, прежде всего, желудка в начале, потому что именно в желудке происходит выделение такого агрессивного фактора, как соляная кислота. Фактор-то он агрессивный, но совершенно необходим для нормальной функции пищеварения. И когда все у человека функционирует нормально, соляная кислота, она крайне необходима для процесса пищеварения в желудке, потому что выполняет много функций. Прежде всего, это гидролиз белков. Гидролиз белков, той белковой пищи, которую мы с вами употребляем. Это, конечно же, бактерицидное действие. То есть, это такой мощный страж стоит у нас на всем желудочно-кишечном тракте и не пропускает в низшие отделы пищеварительной системы различного рода бактериальных агентов. И обеспечивает моторную функцию. Ну, то есть, функций у соляной кислоты достаточно много. Но, когда на фоне стресса нарушается вот этот вот баланс между работой симпатической парасимпатической нервной системы, соляной кислоты начинает выделяться больше, чем это необходимо. И в желудке, конечно же, есть факторы защиты от этого агрессивного момента, но здесь возникает вот такое тоже несоответствие. Защитных факторов они не справляются. Их не хватает, да, слизи не хватает для того, чтобы вот обеспечить защиту стенки желудка. И тогда, выделяясь в огромном количестве соляная кислота, она просто способствует тому, что образуется дефект слизистый. Вот этот вот дефект, ну, вначале, конечно, язв развивается мгновенно, да, а вначале, конечно, это возникает какие-то эрозивные процессы, которые называют гастрит. Но может быть и довольно-таки быстротечное развитие язвы, когда на фоне сильно выраженного стресса, вот буквально, да, была нормальная абсолютно стенка желудка, человек переносит какой-то выраженный стресс, и у него возникает острый язвенный процесс. Причина стресс. Ушел стресс, ушла первопричина, полностью происходит рубцелание язвы, язва исчезает. Это так, прям, есть такое понятие, стресс, язва, стресс, язва желудка. Вот, что такое язвенный процесс? Ну, это мы говорим о желудке. Но, так как кислое содержимое из желудка выделяется дальше в 12-перстную кишку, вот показано 12-перстная кишка, а здесь никакой соляной кислоты в норме не вырабатывается. Откуда тогда, да, можно задать вопрос, здесь берется язвенный дефект слизистый. Да все оттуда же, из желудка. Когда пища, которая несколько часов, и это нормально, находится в желудке и пропитывается этим кислым содержимым, а в случае язвенного дефекта очень кислым содержимым, то эта пища, химус, уже не пища, а химус, продвигая в 12-перстную кишку, в 12-перстной кишке среда щелочная, там кислой среды нет, то, соответственно, оказывает выраженное раздражающее действие на слизистую уже 12-перстную кишки, и там тоже возникает дефект слизистый, который уже называется язвенный процесс 12-перстной кишки. Ну, это я к тому, что происходит вообще с самим органом, да, при язвенном дефекте. Теперь давайте посмотрим, а чем проявляется язвенная болезнь. И вот по поводу язвенного процесса разберем, как проявляется язвенная болезнь в связи с типами конституциональными, то есть типами ДОЖ. Итак, обратите внимание, язвенная болезнь питотипа. Питотипа. Начинаем с питотипа. Почему? А потому что язвенная болезнь чаще всего является состоянием ПИТЫ. Вот хочу обратить на это ваше внимание. Сегодня мы пройдем, когда по всем трем заболеваниям, мы увидим, что у нас ПИТА практически везде, да, вот везде, на первом месте. То есть это в основном страдают представители ПИТЫ. Почему? Избыток кислоты застаивается в желудке и разъедает слизистую оболочку, вызывая воспаление. И вот у представителей ПИТА выражено чувство жжения. Вот на первом месте это чувство жжения. Появляется изжога, отрыжка кислым, иногда бывает тошнота и рвота. Это вот характерно для представителей питотипа. А следующий тип, для которых также характерен язвенный процесс, это уже ватотип. И давайте посмотрим на язвенную болезнь ватотипа. Вот здесь уже ватотип, да, здесь боли более выражены, то есть болевой синдром более выражен, более сильный. А ощущение жжения меньше. Так как это проявление воздуха, да, ватотипа, то иногда помимо вот этой вот гастроалгии, то есть болевых проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта, больной испытывает ощущение зябкости, пустоты, беспокойства. И, посмотрите, тепло, прикладываемое к животу у представителей этого типа конституции, может вызвать облегчение. Если они помогают, то, скорее всего, это связано с дисфункцией питы. Но помимо основных проявлений могут наблюдаться и другие основные симптомы. Это вздутие живота, газы, запор, да, то есть все, что характерно для представителей ватотипа. Язвенная болезнь может быть и у представителей капхотипа конституции. Но обратите внимание, у представителей этого типа это заболевание встречается гораздо реже. Почему? Потому что представители капхотипа, они более устойчивы к эмоциональным стрессам. Ну и, как нам известно, да, из канонов аюрведы, пита, огонь, горячий тип, вата, легко возбудимы, легко выводятся и выходят из себя. Таким образом, очень подвержены психоэмоциональным стрессам. А для капхи это не характерно. Но, тем не менее, если у представителей капхотипа наблюдается язвенный процесс, то это связано с повышенной продукцией слизи. Это еще один компонент желудочного сока. Наблюдается тошнота, отсутствует аппетит, боль менее выражена, более характерна такая тупая боль в эпигастрии. Если посмотреть на психические причины, то это связано с какими-то горестными переживаниями, это состояние жадности, либо, наоборот, какой-то излишней привязанности. Каковы основные проявления, маркеры язвенного процесса на аппаратно-программном комплексе VidaPulse? Давайте их посмотрим. Называем самые, так скажем, основные проявления. Обращаемся к модулю недана, в частности, недана субдоша. И вот здесь есть изменения по всем трем субдошам. Начнем с вата. Значит, на первом месте, это, как вы видите, из, так скажем, нормального функционального состояния выходит субдоша Samana Vata. Samana Vata, которая как раз концентрируется в тонком кишечнике и управляет в целом всей системой пищеварения, отвечает за усвоение пищи. Если мы говорим о отклонениях со стороны субдоши по Pita, то здесь, конечно же, нужно обратить внимание на отклонения по Chaka Pita. По Chaka Pita – это в целом субдоша, которая ассоциируется с огнем пищеварения. А здесь огонь как раз, особенно для представителей Pita, он зашкаливает, он высокий. Если говорить о представителях капха-доша, не о представителях, а о маркерах по субдошам капха, то, конечно же, это выход из функционального нормального состояния, кледака субдоши. Кледака – это как раз все то, что связано с повышенным слизеобразованием в желудке. И если посмотреть, все туда же не дано, но теперь уже тхату, не дано тхату, то обратите внимание, какая высокая маджа, маджа тхату – это та ткань, которая говорит о высоком нервном психоэмоциональном напряжении. Вот эта сочетаемость с сочетаемостью по вкладке недана субдоша как раз может помочь заподозрить здесь язвенного процесса, связанного с психосоматической природой. Переходим к следующей нозологической форме – это артериальная гипертензия, то есть стойкое повышение артериального давления. Тоже относится к группе психосоматических заболеваний. Давайте посмотрим, опять же, некоторые общие моменты. Некоторые психиатры связывают высокие показатели давления у человека с какими-то чрезмерными обязательствами. Опять, да, я могу сделать все много, сразу лучше всех. Для многих гипертоников свойственны эгоистические черты. Значит, они готовы на все, да, ночами не спать, не отдыхать, да, но только все для того, чтобы сделать все, что вот они задумали. Первопричина артериальной гипертензии – это неспособность человека правильно выражать свой гнев. Правильно выражать свой гнев – это как правило, что подавлять, загонять его куда-то вглубь себя. Вот это вот подавленный гнев, не высказанный, ни во что-то не реализованный, вот это является тоже первопричиной артериальной гипертензии. К духовным психологическим проблемам относят также еще неумение любить себя и окружающих, потому что когда человек говорит, что он сделает все, да, перевыполнит все планы, и к завтрашнему утру все будет готово, то, соответственно, амбиции высокие, но получается, что человек себя там в глубине не любит, да, то есть зачем такие перегрузки, а также нелюбовь к себе и нелюбовь к окружающим, неспособность прощать, неспособность управлять личными чувствами и мыслями. Если посмотреть значения по Синельникову, ну, я думаю, что, наверное, многие тоже знают, Валерий Синельников, это наш учечественный психотерапевт, гомеопат и, ну, автор многих книг, и вот самая, наверное, его известная книга называется «Возлюби болезнь свою». И вот как раз он рассказывает о первопричинах всех тех болезней, которыми человек страдает. Так вот, значение по Синельникову. Он считает, что высокое давление говорит, да, подтверждаем опять же, про активную позицию человека, его ответ на препятствия, которые возникают на протяжении жизненного пути. То есть артериальное давление – это вот тот маркер, то слабое место в организме, оно увеличивается, если человек длительное время не может отпустить какую-то неразрешенную ситуацию. То есть что-то вот не получилось, осталось неразрешенным, и об этом человек постоянно думает, возвращается к этому. То есть нужно уметь вовремя отпускать, да, какую-то ситуацию, отпустить ее. Вот если это не получается, это может привести к повышению артериального давления. Каковы же основные симптомы артериальной гипертензии? Казалось бы, что может быть проще, какие симптомы? Это, естественно, стойкое повышение цифр артериального давления. Но как об этом узнать? Об этом узнать можно совершенно случайно, просто вот замерив у себя тонометром артериальное давление. Человек живет, ходит на работу, выполняет, перевыполняет свои обязательства, является лидером, на работе пропадает сутками. Если у него что-то не получается, да, он еще более активно начинает трудиться, не обращая внимания ни на что вокруг, в том числе и на какие-то сигналы, которые подает организм, вот, то откуда он знает, какие у него цифры артериального давления? И вот случится тот момент, когда артериальное давление измерилось, оказывается, цифры-то высокие, а при этом он пока не чувствовал там, да, никаких особых проявлений, то есть голова не болела, не кружилась и так далее. То есть это может быть совершенно бессимптомно повышение цифр артериального давления. Если это уже, так скажем, махровая артериальная гипертензия, да, то есть есть такое выражение, то есть она существует, то чем это сопровождается? Это, конечно же, головная боль, это могут быть головокружения, такие люди могут рассказывать о том, что у них перед глазами мелькают какие-то черные точки, мушки. Это все является такими вот косвенными признаками артериальной гипертензии. Опять же, давайте посмотрим, как проявляется артериальная гипертензия у представителей различных конституциональных типов. Итак, на первом месте это вата-тип, представители воздуха. Люди, которые легко выходят из себя, очень эмоционально лобильные, могут быстро ответить на все то, что им не нравится. Соответственно, чем это сопровождается? Сопровождается высоким выраженным нервным расстройством, психоэмоциональным стрессом и скачком артериального давления. То есть для таких людей характерно такое динамичное, резкое повышение артериального давления до безумно высоких цифр, оно может прыгнуть. Это может случиться как раз после переутомления, перенапряжения. И для представителей вата-типа характерно, что оно также может и снизиться. То есть вот это характерный признак этого типа конституции. Быстрый, резкий подъем до высоких цифр и резкое снижение. Пульс нерегулярный, изменчивый, как по частоте, то есть это такие уже проявления аритмии, так и по наполнению. Еще раз, да, обращаем внимание, что нередко гипертония сопутствует нервным расстройствам. Следующие представители, это представители питотипа, да, то есть мы говорим об артериальной гипертензии огня, представителей людей, представителей огня. Здесь есть уже характерные, так скажем, тоже клинические проявления. У гипертоников питотипа, как правило, лицо красное, гиперемия лица, глаза воспалены, тоже могут быть, так скажем, иницированы красные глаза. Вот здесь гипертоники питотипа, для них характерна выраженная головная боль. Может быть, цветобоязнь, но для представителей питотипа еще характерен такой клинический признак, как носовые кровотечения. Носовые кровотечения могут быть как раз на пике высокого артериального давления. Сами по себе люди эти раздражительные, гневливые, да, то есть вот эмоция, гнев на первом месте. И также для представителей этого типа еще характерна, как бы совместное сочетанное расстройство еще и такого органа, как печени. И это вот не спроста здесь указывается на печень, потому что печень это этот орган, который вырабатывает определенные факторы. Ну, назову этот фактор, это ангиотензиноген, который включается в сложную биохимическую реакцию у нас в организме, да, во внутренней среде организма, которая приводит к появлению тех веществ, которые в итоге будут способствовать повышению артериального давления. Ну, так ведь и вата, и без подробностей, но нужно иметь в виду, что печень, вырабатывая определенные вещества, она тоже принимает участие. Одно из звеньев патогенеза в развитии артериальной гипертензии, и это характерно для представителей питотипа конституции. Если посмотреть на артериальную гипертензию капхотипа, да, то есть здесь среда и вода, то, как правило, это люди, во-первых, с избыточной массой тела, такие очень тучные, это сопровождается у них выраженной утомляемостью. По цифре артериального давления высокие на фоне отечного синдрома, отеки. Если посмотреть, значит, составляющие крови, то это, как правило, будет высокий холестерин, и вот нужно сказать, что для представителей капхотипа характерно устойчивое повышенное артериальное давление. Устойчивое, то есть нужно долго подбирать нужную схему терапии для того, чтобы нормализовать цифры артериального давления у представителей данного типа. Что же касается основных проявлений на аппаратно-программном комплексе «Видопульс» при высоком давлении? Опять же, давайте остановимся на вкладке «Недано», и в частности начнем с «Тхату». «Тхату» – это ткани. Ну, первое, да, это изменение «Рактотхату». «Рактотхату» может вести себя по-разному. Здесь вот я привожу две картинки, два скриншота. Вот «Рактотхата» – одна ситуация, видите, да, то есть меньше единицы, то есть ее недостаток. И также «Рактотхата», особенно это на высоте кризов, на высоте, так скажем, выраженности этого заболевания, «Рактот» уходит как раз в состояние напряжения, то есть уходит в высокие значения. При артериальной гипертензии, ну, так скажем, страдает сердечно-сосудистая система. Центральным органом этой системы является сердце. Сердце качает кровь в сосуды, проталкивает в сосуды, которые этому очень сильно сопротивляются при артериальной гипертензии. И сердце – это мышечный орган, который в любой ситуации, да, должен прокачать кровь. Значит, при артериальной гипертензии сердце работает с наибольшей, так скажем, нагрузкой, испытывает наибольшую нагрузку. Сердце очень тяжело приходится, нужно очень много прилагать усилий для того, чтобы прокачать, протолкнуть кровь вот в сосудистое русло. К чему я это говорю? Нужно обратить внимание на следующую ткань – это мамсатхату. Мамсатхату – это мышечная ткань, в том числе, соответственно, и мышца сердца, миокард. Это особая мышца, которая как раз при артериальной гипертензии, ну, что в этом варианте, что в этом варианте, вы видите, да, находится вот в состоянии напряжения. И вот сюда давайте посмотрим, если мы говорим о каком-то психоэмоциональном стрессе, который является первопричиной повышенных цифр артериального давления, то, конечно же, нужно обратить внимание еще на мамсатхату. Мамсатхату, которая тоже будет находиться в высоких значениях. Вот здесь показано, что она выходит в красную зону. То есть это говорит о каком-то нервном напряжении, психоэмоциональном напряжении. Следующая вкладка – это все тот же модуль, это не данное, но только мы теперь смотрим на субдоши. И тоже по всем трем субдошам есть определенные маркеры. Это изменение. То есть изменение. Субдоша может находиться как в состоянии истощения, так и в состоянии напряжения. Изменение вьяновата. Вот она, вьяновата. Посмотрите, какая маленькая. Находится в состоянии истощения. Как раз вьяновата, она концентрируется в сердце, распространяется все через всю сердечно-сосудистую систему. И очень часто расстройства связаны с проблемой артериального давления. Если же мы посмотрим на ПИТА, да, сюда, то что здесь, на что нужно обратить внимание? Ну, конечно же, это на РАНДЖАКО ПИТА. Ну, РАНДЖАКО ПИТА – это печень, да, это все, что связано с какими-то функциональными нарушениями печени. И для представителей ПИТА типа Конституция – это характерно, мы это озвучили сейчас чуть выше, поэтому вот эта субдоша РАНДЖАКО ПИТА, она может тоже находиться в различном своем проявлении, либо функциональной недостаточности, как здесь, либо она может находиться в напряжении. Это тоже является маркером, одним из маркеров проявлений артериальной гипертензии. Если же говорить о субдошах по капха, то, конечно же, здесь нужно обращать внимание на самую главную субдошу – это валамбака капха. Вот обратите внимание, что валамбака капха здесь находится как раз в состоянии напряжения. Ну, а валамбака капха – это что? Это в целом жидкость, да, в целом жидкостный показатель, а для артериальной гипертензии характерно, особенно для представителей капха типа полнокрови. Объем циркулирующей крови увеличивается, сердцу приходится перекачивать этот большой объем циркулирующей крови, соответственно, это будет оказывать нагрузку на сердце. Ну, а если мы говорим об аппаратно-программном комплексе видопульс, то это, конечно же, напряжение аваламбака капха. Если мы поговорим о меридианах, то основные меридианы, опять же, их изменения – это пятый меридиан, меридиан сердца. Вот он, да, видите, какой он находится в состоянии напряжения. Это девятый меридиан. Это меридиан парикарда или по-другому, это все, что ассоциируется, да, и связано с сосудистым тонусом. Это десятый меридиан. Это все, что связано с эндокринной регуляцией, да, казалось бы, какая связь. Но схемы патогенеза развития артериальной гипертензии так сложны, что здесь принимают участие и некоторые гормоны, поэтому десятый меридиан нужно смотреть обязательно. И, конечно же, двенадцатый – это меридиан печени, о котором мы сейчас тоже несколько раз уже сказали. Это вот тоже маркеры по меридианам артериальной гипертензии. Следующая нозологическая форма, которую мы сегодня с вами разбираем, это атопический дерматит или неродермит, как его называют. Давайте поговорим о коже. Кожа – это самый большой орган нашего организма. Ну, если вот взять всю кожу, взвесить ее, то она, так скажем, составляет примерно где-то около двух, двух с половиной килограмм. То есть это самый такой большой орган нашего организма, который выполняет огромное количество функций и прежде всего является границей нашего тела. И поэтому кожа является определенным зеркалом, на котором отражается состояние организма. Ну, очень часто можно услышать, что кожа является зеркалом пищеварения. Да, это действительно так, но и в целом, да, в целом состояние здоровья. И вот считается, что дефицит, вот здесь очень сейчас мы много будем обращаться к детскому возрасту, потому что атопический дерматит, он начинается вот с самого младенчества. Есть прям такая вот младенческая форма атопического дерматита. Так вот, дефицит тактильных ощущений к ребенку мало прикасаются, да, то есть ребенок недополучает определенного тактильного контакта, любви, ласки со стороны близких. Это может создать и создает психологические, психологические, да, проблемы, предпосылки для развития проблем с кожей. И вот посмотрите, еще в конце 19 века, казалось бы, уже так давно, французские дерматологи Брок и Жаке установили связь хронической экземы, тогда это так называлось, сейчас иногда так называют, хроническая экзема, нейродермит, атопический дерматит, с психической переработкой, да, то есть с какими-то психическими переживаниями, с какими-то стрессами и кожным клиническим симптомами, проявлениями клиники. И поэтому они дали этой болезни экземе такое вот заболевание, нейродермит, то есть само название, оно включает в себя первопричину, да, нейродермит. Итак, значит, кожа, как мы сейчас сказали, это показатель здоровья всего организма и психологического состояния пациента. Дерматит развивается в результате каких-то стрессовых ситуаций, эмоциональных потрясений, переживаний, вот, если это повторяется из раза в раз. Вот давайте посмотрим такие вот психологические моменты. Вот если у ребенка чешется кожа, да, на ней появляются какие-то определенные высыпания, популезные, ребенок расчесывает, соответственно, что он становится психоэмоционально не сдержан, это же неприятно. Соответственно, мама, она будет, дойдет, она будет обращать внимание на ребенка, она будет чаще прикасаться, дотрагиваться к коже ребенка. То есть посмотрите, вот такая вот взаимосвязь. Я чешусь, у меня вот эти проявления появляются, потому что, да, на меня не обращают внимания. Вот они появились и на меня начинают обращать внимание, меня гладят, да, со мной общаются. То есть вообще какое-то внимание есть со стороны близких. И атопический дерматит, ну или нейродермит, значит, у детей развивается чаще, основой его является эмоциональная причина, то есть нехватка любви. Нехватка любви, недолюбленный, да, ребенок, не хватает внимания. Либо это подавление какой-либо агрессии. Еще вот есть такие, как бы, наблюдения в связи, да, каких-то психоэмоциональных моментов с развитием атопического дерматита. Если ребенка все время ругают, то есть он получает все время какие-то отрицательные эмоции, то есть его не хвалят, он всегда плохой, он все сделал не так, как надо, то занижается его самооценка. Занижается самооценка, он испытывает постоянно какой-то психоэмоциональный стресс, и чтобы привлечь в себе какое-то внимание, вот появляются эти клинические проявления на коже. Такая вот связь. Люди с нейродермитом, топическим дерматитом, они считают себя, ну, как бы, неполноценными людьми, что ли, они считаются, что они уродливы. И это запускает другой определенный, да, каскад психоэмоциональных реакций, то, что у них нарушаются взаимоотношения с другими людьми. Они становятся замкнутыми, они стараются как-то вот избегать общество необщительное и может привести к форме нарушения, нарушаются мужские взаимоотношения. Вот посмотрите, как одно взаимоотношение, а у вас всего лежит психоэмоциональный стресс. Еще раз, если говорить, это в основном связано, конечно, с детства, потому что проявляется очень-очень рано. Обостренное чувство обиды, давление интимных эмоций внутри себя, внутри себя, а все это с той клиникой, которую мы сейчас с вами будем проговаривать. Итак, если мы говорим о взрослых, а болезнь у взрослых, она вот ниоткуда не взялась, она, как правило, родом из детства. Итак, атопический дерматит, АД, это хроническая заболевание, склонное к рецидивам. То есть, есть какие-то светлые моменты, есть периоды ремиссии, когда кожа довольно чистая, какие-то одиночные элементы, которые не доставляют особых неудобств. А есть периоды обострения, то есть рецидивы заболевания. Как правило, эти рецидивы, они чем-то провоцируются. Чем они провоцируются? Психоэмоциональный стресс может стать провокатором нового рецидива этого заболевания. На коже появляются определенные популезные высыпания, то есть такие вот как узелки. Вот как комар укусил, папулы образуются популезные элементы, которые склонны к тому, что они объединяются, они сливаются. И это приводит к тому, что образуются обширные очаги. Вот посмотрите, показано, что происходит в коже, а как это проявляется внешне, где это в основном. Ну, в основном это места сгибов суставов. Допустим, локтевые суставы, коленные суставы. Сейчас увидим, это может быть на лице. Появляются такие вот очаги. Кожа здесь, конечно же, сухая, она утолщенная, и это все сопровождается выраженным зудом. То есть человека постоянно беспокоит зуд, все это чешется, все это неприятно. Конечно же, психоэмоциональный фон меняется. Человек становится очень раздражительным. Вот посмотрите, вот так выглядит картинка, да, клинические проявления кожные при атопическом дерматите вне стадии, допустим, обострения. Это прежде всего сухость кожных покровов, это на коже могут быть трещины. Вот, самые различные участки. Ну, вот наиболее характерна локализация. Если обострение, то это еще может сопровождаться мокнутенью. Мокнутенью, что характерно особенно для детей, да и у взрослых бывает. Плюс к этому мокнутенью, если туда присоединяется инфекция, то еще и начинаются какие-то гнойничковые, гнойные проявления. И плюс зуд. То есть, такие вот очень-очень неприятные ощущения. Итак, для кого наиболее из типов конституции характерны заболевания кожи? Итак, значит, посмотрите. Кожными заболеваниями в большей степени, опять же, подвержены люди пита типа конституции. Поскольку пита, это с точки зрения Аверведа, да, поскольку пита может перегревать кровь, что неблагоприятно сказывается на состоянии кожи. Итак, проявления пита типа. Проявляются, это очень выраженная клиническая картина, очень характерная, все яркая. Это покраснение, это припухлость, это, возможно, лихорадочное состояние, инфильтрация, конечно же, это раздражительность пита. Вот эти все, вот эти все проявления на коже, они будут усугубляться по действиям жары, потому что пита – это огонь, поэтому, соответственно, жара здесь, там тепло противопоказано. И так это все очень обострено, если это еще и сопровождается мокнутым, то наружное применение масел, как правило, будет ухудшать состояние. Если мы говорим о проявлениях вата типа, то кожа, наоборот, сухость, сухость, шелушение, выраженный зуд, это сопровождается еще не только клиническим проявлением со стороны кожи, но и со стороны желудочно-кишечного тракта обязательно. Это вздутие живота, это метеоризм, это запоры. И вот здесь, посмотрите, здесь состояние ветер, сухость будет усугублять ситуацию, а вот увлажнение при помощи масел, то есть сухость, воздействие масел, а особенно кунжутного масла, здесь будет приносить наоборот облегчение. Если мы говорим о капхотипе, то здесь наиболее характерно проявление мокнущих язв, закупорка, отеки, зуд. И вот эта вся ситуация, она будет усугубляться холодом, влажностью и тоже не рекомендуется применение масел. И так все сырое, мокрое, мокнутие, поэтому никаких масел. Если поговорим-поговорим сейчас, скажем, вернее, о основных проявлениях на АПК видопульс, то, конечно же, мы обратимся к вкладке меридианы. И вот здесь, посмотрите, характерны определенные изменения, связанные с типами конституции. Значит, функциональном дисбалансе, то есть это может либо быть гипо-либо гиперпроявление. Это меридиан толстого кишечника и меридиан легкого. Что это такое? Это органы выделения, это те органы, через которые наш организм избавляется от ненужных нам продуктов, от токсинов, чтобы они не накапливались. Соответственно, вот нарушение функций по этим меридианам характерно для вата и капха типов конституции. Если говорить о представителе питотипа конституции, то здесь в состоянии дисбаланса, то есть изменения, будут касаться меридианов тонкого кишечника и меридианов печени. Если посмотреть на расширение модульное недана, то, соответственно, давайте обратимся к субдошам. Первое это, соответственно, что? Значит, вата субдоша. Давайте посмотрим. Выходит из равновесия вьяна вата. Значит, соответственно, вьяна вата, она может находиться либо в состоянии напряжения, либо в состоянии истощения. И еще на одну субдошу нужно посмотреть. Это апановата. Вот она. Апановата тоже либо в состоянии истощения, либо в состоянии напряжения. Почему? Потому что апановата, она связана с толстой кишкой. Она концентрируется в толстой кишке. Мы сказали, что толстая кишка – это основной орган выделения, то есть очищения организма от различных продуктов метаболизма, продуктов переработки. И следующее это субдоши по пита, да, доши. На что обращаем внимание? Ну, конечно же, на ту субдошу, которая характеризует состояние кожи. Это броджака пита. Броджака пита, вот она, что на этом изображении находится состояние выраженного напряжения. Что здесь? Еще в более выраженном напряжении находится броджака пита. И еще на одну субдошу. Это, конечно же, ранджака пита. Это та субдоша, которая связана с функциональным состоянием печени. Потому как печень принимает первостепенное участие в обезвреживании различных токсинов, продуктов метаболизма. И нарушение функции печени, конечно же, будет сказываться на состоянии кожи. И вот, посмотрите, ранджака может находиться либо в состоянии истощения, либо находиться в состоянии напряжения. Ну, вот такие вот проявления на аппаратно-программном комплексе «Видопульс». Ну вот, заканчиваем мы наш вебинар сегодня. И вот я хочу показать вот такую вот табличку связи наших эмоций, о которых мы сегодня, да, постоянно говорим, в нашем психоэмоциональном состоянии и заболеваниях. Ну, вы ее рассмотрите, конечно же, эту табличку более подробно, когда у вас будет доступ к этой записи. Вот посмотрите, мы сегодня говорим о чем? Мы говорим, допустим, о таком состоянии, как проявление со стороны кожи, да, обида. Такая эмоция, как обида. А орган, который резонирующий с этим органом, с этой эмоцией, это кожа, да, чем выражается? Различными проявлениями, высыпаниями, образованиями каких-то элементов, в частности, папул, да, которых касаются для атопического драматита наиболее характерным. Но и так далее, да, то есть здесь можно посмотреть различные эмоции и те органы, с которыми они резонируют, и какие эмоции коррелируют это состояние. Здесь также отображено. И вот те бессознательные, так скажем, фразы, которые мы бросаем в нашей жизни, давая характеристику тому или иному событию, какому-то человеку, они тоже не уходят бесследно. Потому что мы знаем, да, что на все наши мысли, все наши какие-то слова, они имеют определенную материальную основу. Поэтому нужно стараться следить за тем, как мы выражаем свои мысли и чувства. Итак, давайте посмотрим. Слова и фразы, которые влияют на здоровье. Вот то, что касается патологии сердечно-сосудистой системы. Наверняка вы слышали или, может быть, даже используете, не замечая этого, вот такие фразы, как принимать близко к сердцу. Сердце сжимается, да, вот я смотрю на тебя, у меня сердце сжимается. Сердце разрывается, когда я там смотрю новости, которые нам показывают и так далее. То есть эти выражения дают излишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Дальше. Довольно-таки известные фразы. Он там, я ему что-то говорю, он даже не чешется. Надо подумать, какой он, допустим, там, тонка кожи, что вот прям так все близко к сердцу принимает. То есть тут и кожа, и, то есть эти слова провоцируют возникновение кожных проблем. И у меня сочетанно получилось, да, и проблем, связанных с нарушением работы сердца. Ну и то, что очень часто встречается, допустим, при общении с кем-то, можно сказать, ну ты и язва, да, что-то такое говоришь, ну ты и язва. Или я тебя вообще не перевариваю, что-то там такое. Или я виню себя, вот виню, чувство вины не проходит за какие-то там свои действия. То есть что это все такое? Это все способствует расстройству системы пищеварения. То же самое, сыт по горло, или меня тошнит уже от этой информации, вот все эти фразы, которые мы употребляем, они тоже не так безобидны, как казалось бы, и на каком-то подсознательном уровне несут свою информацию. А рикошетом что оказывается? Конечно, тело человека. Итак, заканчиваем. Если при любом болезненном состоянии выявлена его психосоматическая природа, да, то есть установлено какой-то психоэмоциональный компонент, установлен стресс, который приводит к обострению этого заболевания, то если даже полностью терапия подобрана правильно, назначены, да, определенные медикаменты, назначена физиотерапия, назначена диета, режим дня подобран, то без устранения воздействия на этот психоэмоциональный компонент лечение будет неполноценным. И выделяю, да, последнюю фразу красным. Ни одно психосоматическое заболевание невозможно вылечить без психологической коррекции. Ну, вот на этом у меня все. То, что касается нашего вебинара, как получилось первого. И еще раз напомню, все, что касается механизмов реабилитации, коррекции, профилактики, мы поговорим с вами в следующий раз и планируем это сделать 16 июля. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. А, псориаз, вот Галина спрашивает. Псориаз это очень, скажем, неоднозначное заболевание, хроническое заболевание. Здесь, так скажем, нет четкой причины, да. С одной стороны, прослеживается наследственность возникновения псориаза. С другой стороны, психоэмоциональный фактор, стресс, имеет очень, так скажем, важное значение в обострении этого заболевания. Но если есть какая-то генетическая предрасположенность, а у человека не было никаких кожных высыпаний, и вот он что-то перенес, какое-то потрясение в своей жизни, то вот кожа является тем слабым местом, на которое этот психоэмоциональный стресс окажет свое воздействие и будет проявление псориаза. Но, как одно из звеньев этого заболевания, психосоматика, конечно, имеет место быть. До 16-го числа, конечно, очень долго, но у нас очень-очень такая плотная сетка вебинаров. Если вопросов больше нет, всем большое спасибо. Спасибо большое. И встретимся уже в июле. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok